Всем привет! Сегодня мной было принято решение сделать старинный апгрейд своему бомж ПК. А именно заменить центральный процессор FX4300 на FX6300 от Amude. В этом ролике мы разберемся, стоит ли заморачиваться вообще с таким апгрейдом, почему замена происходит именно этим процессором, а также вы узнаете, к чему может привести моя криворукость, также расскажу про разгон этого процессора и о возникающих проблемах при разгоне. Поехали! Немного расскажу о преимуществах в техничке 6300 над 4300. Во-первых, это наличие 6 ядер и 6 потоков у FX6300. В свою очередь у 4300 всего 4 ядра и 4 потока. Техпроцесс у обоих процессоров 32 нанометра. Базовая частота FX6300 3,5 ГГц. В турбо-бусте 4,1 ГГц. У 4300 базовая частота 3,8 ГГц. В турбо-бусте 4 ГГц. 4300 можно разгонять по множителю, а 6300 может быть и заблокирован. Но в любом случае, оба можно прекрасно разогнать, и позже вы увидите как. Кэш 6300 выше, чем у его оппонента. На втором и третьем левеле он выше на 2 МБ. А вот в пропускной способности шины FX6300 проигрывает 4300. Тепловыделение у них одинаковое, 95 Вт. Изначально я хотел себе поставить FX8350, но уперся в возможности материнской платы. Моя бомж-плата может запитывать процессоры мощностью не более 95 Вт. Так что по самым основным параметрам FX6300 значительно лучше, чем FX4300. И поэтому я жду от него некоторых результатов. Так, ребят, вышло небольшое фиаско. Достал кулер из пыльного блока. Давно ничего не менял. Извиняюсь за грязь и пыль. Суть в том, что процессор прикипел к кулеру. Это мой FX4300. Еще раз извиняюсь за пыль. Давно не чистил. И я смог его достать, только лишь не открывая ключ. То есть надеюсь, что стойкость не повредился. Будем сейчас смотреть. Конечно, могу показаться криворуким, что все так вышло. Но, ребят, я не виноват. Не знаю, как термопаста приклеила к плоскости кулера процессор. Но приклеила серьезно, очень сильно. Не мог никак отодрать его. Пришлось доставать с кулером. Точнее, это вышло нечаянно. Погнулись ножки все-таки. Но я все в идеал выпрямо. То есть не знаю, будет видно или нет. Но ножки все идеально ровные. Я уже вставлял его, проверял, работает. То есть я его не угробил. Но все же будьте аккуратнее. Вот вам еще один подвох. Снимайте кулер. Если он не снимается просто, то лучше чем-нибудь подбить ножичком от процессора. И сток это вырывать его нежелательно. Ну и вот два процессора рядом. 4300 мой и новый 6300. На вид они абсолютно одинаковые, по размеру одинаковые. Единственное, что 6300. У нас немножечко покоцаны. Корпус имеется в виду. Сарапинах. Ну, надеюсь, на работоспособность это не повлияет. Итак, процессор заработал, как вы уже поняли. Определяется прекрасно. Как видите, его частоту уже с разгоном. Сейчас расскажу, что сделал. Значит, разогнать мне его нужно обязательно. Не знаю, зачем, нужно. Также здесь есть турбобуст. То есть он при нагрузках будет до 4,1 ГГц разгоняться сам. У нас их не устраивает. И базовая его частота 3,5 ГГц. Значит, отключаем обязательно энергосберегающие режимы. Это первое Cool and Q-Elet Disabled и Core C6 Stage тоже отключаем. Далее переходим в меню разгона. Спу оверлокинг ставим на manual, то есть включенной. И будем гнать его по шине. Объясню, почему по шине. Пробовал его гнать по множителю, но он, сволочь, кажется заблокированный. То есть множитель в процессоре заблокированный. В общем, это не вариант. Он не скидывает его постоянно. Поэтому мы его разгоним по шине. Примерно я для себя уже выяснил, какой множитель поставить шины, чтобы процессор имел 4 ГГц. Ну, плюс турбобуст будет 4,3. И сохраняем. Ну и в целом можете видеть, даже в свойствах моего компьютера уже отображается 4 ГГц. Частота ядер процессора. Ну и зацените показатели в CPU-Z. Значит, вы можете видеть множитель Bass Speed. То есть скорость шины. Также здесь отображается у нас постоянно меняющийся множитель на процессоре. Это как раз работает турбобуст. Как видите, максимальный показатель в турбобусте 4,3. Я думаю, что это просто за глаза для данного процессора. Плюс 6 ядер, плюс, посмотрите, кэш. Он выше, чем в FX-143.0. Поэтому все нормально. А теперь предлагаю провести несколько тестов, чтобы понять, что мы с вами имели и что мы с вами получили. Первый тест произведем на общую производительность компьютера в программе PCMark10. Будем проводить экспресс-тест. И в скором времени мы узнаем, что замена процессора повлияла на общую производительность компьютера. И по всем параметрам у нас побеждает процессор FX6300. Следующий, самый значимый тест для меня, это рендеринг видео в программе Adobe Premiere Pro. Какой же процессор справится быстрее? Смотрим. И что меня сильно порадовало, апгрейд я совершил не зря, потому что рендеринг ускорился в два раза практически. И еще один тест, это как реализуются процессоры в играх. В качестве тестируемой игры будем использовать Star Wars Jedi Fallen Order. И пока вы наблюдаете за тестированием игры, я сразу расскажу о результате и подведу некоторые итоги по апгрейду. Особого прироста FPS в этой игре мы не получили, примерно 1-2 единицы. Ну а вот в менее требовательных играх, таких как Counter-Strike Global Offensive FPS, стал значительно выше. За исключением того, что изначально я получил огромные просадки по FPS. Но позже я это устранил, выяснив, что я слишком задрал разгон процессора. К сожалению, моя бомж-плата не вытягивает сильный разгон процессора и сбрасывает питание. Такой апгрейд мне обошелся в 2900 рублей, и я считаю, что это недорого для шестиядерного процессора, хоть и старого. Ну и ролики для вас будут монтироваться теперь в до раза быстрее, так что выводы, я думаю, вы сделаете сами. Всем спасибо за внимание и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok